Ребята, доброе утро! 4 часа утра, начало 5-го, около стен Брестской крепости. 22 июня. 80 лет со дня начала страшной войны. Очень грандиозное мероприятие в крепости. Большая реконструкция. Вот куда мы направляемся. Очень много людей, приезжих, съемочных групп. Пойдемте посмотрим, что там. Вот такие МЧС Белоруссии прошли. Вокалей выставлено такими светящимися экранами. Там вот идет концерт. Двигаться дальше. Площадь цельмониалов. Тут проходил концерт рейнгелом. Видите, такая светка. Много людей, много съемочных групп. Белорусское телевидение. Российское, НТВ. Это вообще дела прямой трансляции. Сейчас пойдем к Северным воротам. Очень много людей. Попытаемся увидеть реконструкцию. Вечный огонь. Почти память. Такое раннее утро в Брестской крепости. Много жителей города. Очень много гостей. Видели байкерские клубы. Разлагали венки. Очень много иностранцев. Вот такая красота. Светает. Птички поют. Вот такая организованная изнатор Гугля. Настоящая солдатская каша. Если будет время, надо будет купить в лакомице. Доброе утро всем телегрителям. Начинаем прямую трансляцию из Брестской крепости Героек. Сегодня 22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. Но для города это особый и сакрайный день. День начала обороны Брестской. Великой Отечественной войны. Брестской. Продолжение следует... И началось! Полкнулась земля. На всем фронте бьет артиллерия. Крохот первых снарядов поднимает в кровати всех жителей домов начальствующего состава, где со своими семьями живут командиры, расположенные в Бресте частей. Большинство из них все понимают в первую секунду. Они выбегают из домов почти мгновенно. Испекно, без форма, хлопив на руку детей. Убежище находит весь герпинок резюматор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Занять востребенную молчуливую крепость и собрать плену. Первая волна 10, 11 и 12 год 3-го батальона Гаусмана Роберта фон Брасси высаживается на востоке. А в защиту за мертвые земли, солдаты, стресс-зеленых мандилов, бегают в тикадем, а они уже здесь. Враг пришел. И доглебуется не только прятаться, спасать и спасаться, но и заставить отступить их. Пока крепость молчит, сопротивление никто не оказывает. И солдаты вермахта все увереннее и губкой зажар. Угольский ворот в турмовую группу батальона Франции уже поджигает бойцу третьего батальона 84-го стрелкового на портал. И обращается ответственный секретарь Константинского бюро полка. Ошибки со провожатами дверь набросились из-за куста. А так, как брат свой прозор, как брат свой великий сталин. Так, не хватает оружия. Ненависть к врагу и большое желание искать его со своей семьи. Очередь не стучать по силу-то. Снова заработала германская артиллерия. Казалось, что на этот раз точно полностью уничтожена воля к сопротивлению. Снова заработала германская армия. Вы получите горячую еду, битье и медицинскую помощь. Как только война закончится, вы вернетесь к своей семье. Снова заработала германская армия. Не опасаясь стрельбы, на гребень вала выходят и немцы. Солдаты и офицеры 45-й австрийской дивизии с удивлением вглядываются в лица племен. Нет, это не война в Европе. Веселой прогулки не получилось. Такой народ победить очень и очень трудно. Сколько предстоит пролить немецкой крови, явно немало. От этого у врага мороз по коже. Люди в серо-зеленых мундирах начинают пытаться понять восток. Поэтому стеркнули. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Остается с этими людьми до конца. Субтитры сделал DimaTorzok Она казалась одиноким черным пятнышком Тяжело и непринужденно несущимся вниз Секунды! От грохота дрогнуло все вокруг Взрывная волна бьет по всем на северном Кто из любопытства не залег в укрытие Во многих домах вылетали оконные стекла Видят, как огромный столб дыма и пыли взмывает над крепостью Восточный форт затих Так и не появляется Оставшихся в живых защитников форта Гитлеровцы берут в плен Многих расстреливают на месте Крепость в руинах Немецкое командование в очередной раз докладывает О взятии крепости Брест-Литовск Но крепость не пала Она истекает кровью Нельзя победить народ С молоком матери, впитавшим любовь к своей родине Павшие в июне сорок первого Защитники Брестской крепости Да и ушедшие на восток фашисты Не могут знать, что война продлится Еще 1414 дней Что через три года после вероломного нападения Фашистской Германии на СССР Почти день в день 23 июня 1944 года В Беларуси начнется Наступательная операция Багратион В ночь на 28 июля Воины 12, 415 и 48 гвардейской стрелковых дивизий 70-й, 61-й, 28-й армии Белорусского фронта Штурмом овладеют городом и крепостью Брест Москва будет салютовать в честь этой победы Родина салютовала тем, кто шел к этой победе И тем, кто сделал к ней первый шаг Ну вот такая реконструкция состоялась Это 10-я юбилейная реконструкция К 80-летию начала войны Конечно, зрелище и ощущения очень страшные Эти выстрелы Жалко, очень плохо видно было Что могла-то сняла Ну а вообще, как бы, на местности И несколько экранов стояло В общем-то, все можно было увидеть Ну вот так начиналась война Брестская крепость первая приняла удар Будем потихоньку выходить Людей много Отограждение убрали Мы можем пройти по этому полю Вот мы видим реконструкторы Мирные жители Немецкие войска И советские воины Такой солдат раненый Клоп на лице Знаете, кого очень много? Мальчишки? О! Взрывы были Очень много мальчишек собирают гильзы От патронов Вот такие действующие лица А вот потом в модерн наденешь Подожди, иди сфотографируйся Настоящие солдаты раненые Солдаты вермахта В общем-то мы видим Полностью достоверная форма Ландирование Вот такие мотоциклы Мы будем идти потихоньку Люди все в поисках трофеев Все ищут гильзы Я тоже нашла Вот такая вот гильзочка На память Вот такая природа в Брестской крепости Раннее утро Сколько сейчас? Шесть, начало седьмого утра Вот такое вот мирное утро 22 июня 2021 года И только что вы видели Каким оно было 80 лет назад Страшным Ведь не зря многие желают Мира Мирного неба над головой Посмотрев вот такие Реконструкции Такие действия В общем-то понимаешь Что такое война Как она ужасна Как она страшна И дай бог Чтоб Воин не было на земле Люди жили в мире Как всегда уточки Все Мы уже на выходе Всем спасибо за внимание Всем мира Добра Благополучия Вашим семьям Вам Здоровья Ну и конечно Мирного неба над головой Из Брестской крепости Всем Большой привет И с любовью До свидания До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok